Вы смотрите отзыв об отеле Клеопатру Супирия. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Магон, который был в нем в 2011 году. О. Кос, Картеймена, отель Клеопатру Супирия, три звезды. Собственно, целью было просто покупаться в теплом море и позагорать, без излишней экскурсионной и прочей культурной программы. И желательно задешево. На фоне подорожавшего Кипра Кос для этого оказался наиболее подходящим, то ли его стали активно продвигать на рынке, то ли ввиду надвигающейся революции цены снизились. Итак, Кос, по большому счету смотреть там особо нечего. Наследие родовских крестоносцев сильно уступает собственно Родосу, а от античности остались в лучшем случае фрагменты фундаментов. Где-то на рубеже 19-20 веков было сильное землетрясение, и после него все отстраивали уже итальянцы. Оккупация с 1912 по 1943 годы. Поэтому, например, столица острова, город Кос, выдержана скорее в итальянской традиции, чем в греческой. В целом, из достопримечательностей заслуживают внимание замок Люцеридге, Косе, кто видел Родос, тому он неинтересен, и Асклепион. Асклепион – руины, с некоторым боссозданием, большого храмового комплекса бога Асклепия. Здесь работал Гиппократ, для которого Кос – родина и основное место деятельности. Сам остров очень зеленый, что для Греции не характерно. Особенно западная и северная части. Постоянно дует сильный ветер, порой доходящий до урагана, кепку срывает по-любому. Поэтому как бы и не очень жарко. Ветер, как и во всем Игейском море, с запада. Поэтому на западном побережье всегда волнение. А на востоке, где ветер с берега, постоянный штиль, даже при ураганном ветре. У юга восточного побережья, говорят, холодное течение, поэтому вода на 2-3 градуса холоднее, чем на западе. Но для нас, северян, и так очень даже хорошо. Песчаные пляжи на востоке и юге. На западе и севере – галька. При этом на северо-востоке – в Псалиде, где галька и поэтому, по заверениям турпредставителей, вода прозрачнейшая, по факту это вода мутная из-за поднимаемой волнением какой-то мелкой взвеси. А в карты имени, где только песок, вода чистейшая. Камари на юго-востоке, где самый большой, и по ширине, и по протяженности пляж, производят неприятное впечатление. Во-первых, много начатых и брошенных строек, много заброшенных строений, такое наблюдается везде по острову. Но здесь что-то особенное. Во-вторых, променад вдоль пляжа, идущая параллельно ему дорога, грунтовые. Сильный ветер постоянно сдувает пыль и мелкий песок в сторону пляжа, целыми облаками. Общее впечатление, что находишься на стройке. Пляж – галечный, между Тегаки и Мармари, на западе, только по названию. Там шоссе идет прямо по берегу на расстоянии пары метров от воды при 0,5-1 м над уровнем моря. На пляж остается один, 1,5 метра, притертых дорогой к воде. Таким образом, в результате сравнений получается, что лучше всего в Карте-Мене – восток. Карте-Мена – поселок размером 2 на 0,5 километра. Отели, жилые дома, бары, перемешку. Четыре параллельные улицы и набережная, набережные, рестораны. Далее параллельная улица – бары, следующая улица – магазины. Центр молодежного туризма – молодняк. В основном, из Британии, процентов 60. Италии дикие и невоспитанные. Впрочем, они везде себя так ведут. Остальные – русские и немцы. Пляжи тянутся вдоль всего поселка, разделены волнорезами. Комплект из зонтика и двух лежаков – 5 евро в день. Однако квитанции никто не дает, так что, если прийти вечером, возможно, придется спорить с хозяином. Сами пляжи убираются плохо. Много мусора, окурки, пластиковые и пивные бутылки, пакеты и прочее. Но вода очень чистая. Лучшие пляжи в юго-восточной части поселка. В северо-восточной, у берега много острых камней. Что попробовать и что купить – собственные эксклюзивные феньки коса, сиропы из корицы и горького миндаля, с сахаром и без спирта, канелада и сурмада. Канелада продается везде, а сурмаду – вообще-то это фирменный продукт соседнего О. Не сирос, но делается и на косе, еще поискать надо. Разбавляя в соотношении 1-5 водой, делают прохладительные напитки, добавляют в кофе. Варенье из помидоров экзотично только по названию. Сахара так много, что понять, помидоры там или что еще, невозможно. Местное вино – главный раскрученный производитель, Хадзи и Мануэль, впечатление не производит. Хотя подается как очень крутое, в супермаркете от 8 до 13 евро за бутылку. Лучше купить по-настоящему хорошие вины с Радоса, например, Гран Розе – 10 евро, или Санторина, Вин Санте – 15 евро. Экскурсионную программу предлагают достаточно разнообразную, но поскольку цель поездки была в Купании, взяли только две экскурсии – обзорную поездку по острову Инау. Патмос. Патмос – место ссылки апостола Иоанна, где он сподобился откровения. Ну как такое пропустить, учитывая, что из других мест туда и не добраться. Два часа в одну сторону на скоростном катамаране. Там маленький укрепленный монастырь пещерой Иоанна, собственно, и все. Красивые виды. Вообще, надо было бы еще взять экскурсию на О. Не сирос, в жерло вулкана с кипящей грязью, но дней было мало. Отъезд получился фееричным. Чартер от Трансайра. Туда летели, задержали на два часа плюс еще полчаса. А вот обратно. Сначала задержали на два часа. По прошествии еще получаса без официальных объявлений, все слухи. Появилась информация, что повезут в отель типа, очень большая задержка, то ли самолет за нами еще не вылетел, то ли его чинят. Подали три автобуса, погрузили, повезли в Псалиде. Привезли в отель Солки Приотис Виллдж четыре звезды. Раздали ключи. Отель, сказочный. Потом появилась информация, все по слухам, что будут бесплатно кормить ужином. Пришли на ужин, набрали еды, сели. Тут подлетают представители администрации и объявляют, что через 15 минут погрузка в автобусы в аэропорт. Кто доедает, кто бросает и сломя голову бежит в номер, а это где-то на территории. Виллдж это означает, что много-много домиков. В целом, в отеле провели всего два часа. Но за это время мы успели принять душ, позвонить в Россию, на рецепции заявили, что звонка не определили, то есть платить не надо. Погулять по территории, по сути, в парку, поужинать. А некоторые успели сбегать на море. В целом задержка составила ровно семь часов. Наш отель Клеопатру Супирия на самой северо-восточной окраине. Из окна вид на море, гору, ферму с коровами и козами. Любопытно, что на сайте отеля написано, что он в самом центре городка. Ну, может, когда еще настроят, то так и будет. Ходит в сеть из трех отелей. Все рядышком, и фирменного бара, бар действительно в центре. Себя отель позиционирует как три звезды с плюсом. Что это значит, непонятно. Сам по себе отель новый, все очень прилично. Номер вполне удобный, за исключением душевой кабины. Контингент, британцы, 70-80%. Немцы, трибалты, русские. Сейф платный евро в сутки. Кондер тоже, 4 евро в день. Сушилка на балконе не предусмотрена. Все натягивают веревки. В принципе, кондер можно не брать, если солнце в окно не светит. То вполне можно жить, при условии открытой балконной двери. Беда только в том, что под балконом бар, в котором музыка играет, и очень громко. До трех ночи. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»